Здравствуйте! В эфире информационный ресурс КРТ программа «Народный бультерьер» и я ее ведущий Андрей Гожий. Мы помогаем обычным гражданам, трудовому народу в их борьбе с нерадивыми и зажравшимися чиновниками. Сегодня мы поговорим о очень интересной ситуации, которая сложилась в городе Житомире. А именно к нам обратился ряд семей, чье жилье пытается отобрать Житомирская городская прокуратура. Давайте посмотрим видео. В этом доме мы, как работники училища, в свой час получили квартиры. В каких годах? В 80-х годах мы получили в этом доме квартиры. Сколько семей у вас там живет? В этом доме у нас проживали 4 семьи. В свой час мы в законный способ приватизировали свои квартиры. Здавалося, что життя налагоджується. Мы завели свои семьи, народились и дети. А сейчас нас тягают на допиты, завели против нас криминальные дела. Тягают на допиты полиция, прокуратура. Звинувачивают нас в том, что мы в незаконный способ с какими-то аферами приватизировали эти домики. Сейчас хотят нас выкинути на улицу разом с нашими детьми, с нашим нажитим скарбом. Проти вас судовые дела? Проти нас органами прокуратури подано в суд, открыто криминальные проведения. Сейчас ведется судовое расследование и сейчас тягают нас на допиты, нас, эти семьи. Небе то мы какие-то злочинцы, хотя мы все життя поклали на то, чтобы работать в этом училище. И все в законный способ сейчас забыли. Интересный случай, не правда ли? В 80-е годы Советский Союз, училище, которое путем реформы было переименовано в Центр профессионального образования. Преподаватели, члены их семей получают квартиры. Да, тогда в советское время такое случалось. Преподаватели получали квартиры, а не чиновники, судьи и депутаты. Как сейчас, да и по несколько раз. И вот проходят года, 90-е, 2000-е, 10-е, и прокуратура обнаруживает, что люди незаконно, с точки зрения прокуроров, приватизировали свои квартиры. И начинается разбирательство. Давайте посмотрим, что ж это за пентхаус такой, что ж это за кондоминимум, что это за дворец, который незаконно приватизировали люди. Видите, обычный домик, такие еще называют Шанхаем, разделенный на несколько квартир, на несколько семей. Понемногу его жители облагораживают, достраивают, устанавливают забор, следят за территорией. Однако это не нравится местным чиновникам, в том числе и сферы образования, и не нравится местным прокурорам. Что ж решают прокуроры? Необходимо обратиться в суд для того, чтобы отменить приватизацию указанного жилья, а также возбудить уголовное производство по факту приватизации жилья, чтобы лишить возможности граждан на жилье. В действительности мы вмешались в это дело, и всего таких процессов 4. И на данный момент суды первой инстанции и суды апелляционной инстанции встали на сторону граждан и отказали в удовлетворении иска прокуратуры об отмене приватизации жилья. И в действительности Конституция Украины говорит, что каждому гарантировано право на жилье. Частная собственность является неприкосновенной. Это основа буржуазного общества. И гражданское право еще с римских времен, и по сей день в нашем гражданском кодексе написано, что добросовестный приобретатель имеет приоритет, и нельзя изъять имущество, если оно было приобретено в законный способ, либо в способ, когда приобретатель не знал и не мог знать о незаконности такого приобретения. Что касается данного конкретного жилья, оно было приватизировано, в том числе с разрешения Министерства образования Украины, о чем имеется соответствующая бумага из этого министерства, и которую, ну, эту бумагу не заметила прокуратура. Министерство говорит, что согласия и какого-то особого порядка для приватизации не нужно. Граждане собрали необходимые документы, которые с них потребовала городская власть, отнесли эти документы в мэрию, и мэрия выдала все правоустанавливающие бумаги. Какой вопрос? Вопросы только у прокуратуры. Однако на данный момент дело находится в Верховном суде Украины. Он должен поставить точку. И надеюсь, что Верховный суд примет законное и обоснованное решение. Слава Богу, люди не выселены и продолжают жить. Мы следим за этим делом и оказываем посильную помощь. Но давайте обратим внимание на другую сторону вопроса. Раз прокуратура так обеспокоилась законностью приватизации, строек, заселения и выселения, вот перед вами дом на берегу реки Тетерев. Этот дом находится буквально в 5 минутах ходьбы от областного управления СБУ, в 7 минутах ходьбы от областного управления внутренних дел, сейчас реформированного в национальную полицию, и, наверное, в 10 минутах ходьбы от областной прокуратуры. Что мы видим? Дворец. Говорят, что он принадлежит одному высокопоставленному ментовскому чиновнику. Перегорожен вход к реке, перегорожен берег. Видите, этот дом построен в так называемой защитной зоне реки. Нам что говорит земельный кодекс? Статья 60-я. Что для рек такого типа установлено 50 метров защитной зоны. Ну, здесь ее никак нет. Прокуроры обратили внимание на этот дом? Ну, наверное, не обратили внимания. Почему? Почему? Мы здесь можем, конечно, процитировать товарища Владимира Ильича, чьи труды запрещены на Украине. Наверное, не зря. А писал он следующее. Нет прокуроров же в самом деле ждать разоблачения безобразий нашего полицейского самовластия и борьбы с ним. И правда, прокуроров не интересует нарушение закона. Ну, можно сослаться, что это то. Ну, бывшая власть построила этот дом. И новый прокурор, кстати, Житомирскую областную прокуратуру возглавил новый прокурор, назначенный уже президентом Бубочкой, Голобородькой. И что еще прокуроры не успели, да, вступить полностью в свои обязанности и заняться вот этим вопиющим беспределом. Давайте проедемся в одну из парковых зон Житомира и посмотрим. Видите вот эти нововозведенные дома? Кстати, по документам эта земля выделялась под сенокосы. Да-да, это сенокосы. Здесь должна была выращиваться трава, чтобы кормить коров, коз и прочий скот. Но скот не хотел есть траву и построил дома. И накосил на эти дома огромное количество денег, что позволило возводить эти дворцы. Вы думаете, житомирских прокуроров интересуют эти сенокосы? Нет, конечно. Конечно, поговаривают, что большинство домиков там как раз и составляют дома прокурорско-ментовско-судейского начальства. Но опять-таки, это же уже построенные давно дома. Наверное, с документами все в порядке. И прокуратура не может обеспечить законность. Тогда давайте посмотрим на строящийся дворец. Вот видите, какое чудесное помещение строится на берегу реки Тетерев. Это житомирское водохранилище. И я опять хочу вам процитировать закон. Статья 60, часть 2, абзац В, земельного кодекса. Для водохранилищ установлена 100-метровая защитная зона. Вы видите эту 100-метровую защитную зону? И я не вижу. И стройка идет на данный момент. Но прокуроры заняты борьбой с узником совести Муравицким, с Васильцом, с семьями обычных преподавателей. Их совершенно не интересует вот эта вот вопиющая стройка. Посмотрите, вот забор, который преграждает доступ к берегу. А сам президент Зеленский еще недавно подписал закон номер 0869 об обеспечении беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов. Видите, как исполняется закон Зеленского и его монобольшинства в Житомирской области? Куда смотрит прокуратура? Ах да, прокуратура занята выселением обычных граждан с их жилья. Во время выполнения наших журналистских обязанностей за нами неожиданно начала зорко следить патрульная полиция. Да-да, прямо в лесу и неизвестная машина, уже гражданская. Так чей покой охраняет полиция и прокуратура? Их не интересует, что это за дом здесь строится, почему нарушены все санитарные, земельные и водные нормативы и нормы. Их интересует борьба с журналистами, их интересует борьба с простыми гражданами. Так вот, уважаемые прокуроры, может быть вы прекратите преследование трудового народа и займетесь непосредственно своей функцией, надзором за соблюдением закона. С вами был Народный Бультерьер. Уважайте себя. До свидания.